Весна 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 заниматься поингом, это как раз то, что поинг, это как раз элемент театра огня, это когда крутятся такие световые вещи, огненные пои, флаги, и скажем так, когда мы захотели что-то научиться чему-то новому, мы открыли для себя направление тверлинга и мажореток. Так, нам нужен перевод. Ну, начнем с мажореток, наверное, да. Мажоретка, это производная от слова тамбур-мажор. Вот вы представляете, оркестр военный, и перед ним идет мужчина, военный, такой, с таким жезлом, и дирижирует. Это тамбур-мажор. Понятно. Вот. Мажоретка, это производная от тамбур-мажора, потому что у мажореток изначально в руках такие же жезлы. Они называются баттоны. Ну, вот, собственно говоря, отсюда и пошло. А тверлинг? А тверлинг, это как раз кручение вот этого жезла. Понятно. Продолжая речь о проектах, которые реализуются на базе дворца, не могу не затронуть фестиваль Череповец плюс перезагрузка. Расскажите нам историю создания и почему перезагрузка? Ну, потому что фестиваль изначально был как Череповец плюс. И ведет он свою историю с 2002 года. Тогда этот фестиваль создавался для того, чтобы привлечь молодежь к концертам городским, вот к дню города, к празднованию города, потому что не хватало, вот тогда же не было такого интернета и всего, да, то есть не хватало вот возможности молодым людям как-то себя показать, проявить. И Череповец плюс давал такую возможность, то есть люди подавали заявку, с ними работали профессионалы, и они выходили затем на большую сцену на улице нашего города. Тот фестиваль существовал, я сейчас точно не скажу, но, по-моему, лет 12. Вот. Потом, ну, собственно говоря, время поменялось, то есть приоритеты поменялись, мы его закрыли, этот фестиваль. И вот буквально три года назад снова возник запрос, возник запрос нового какого-то фестиваля для молодежи. И вспомнили Череповец плюс, но решили, что он должен выйти в новом формате. И что для молодежи сейчас интересна тема профориентации и пробы себя не столько в каком-то творчестве, а сколько в новой профессии. И, ну, собственно, возник Череповец плюс перезагрузка, потому что мы перезагрузили формат фестиваля, да, и запустили его заново. Вот так. А творчество, профессии, ну, каких-то ощутимых успехов вы добились за годы этого фестиваля? Ну, вот у нас, получается, прошло два фестиваля, и я могу сказать, что мы пробуем, экспериментируем, но творческое, одно из творческих направлений у нас осталось, это авторская песня. На первом фестивале ребята, которые пришли вот в это направление заниматься, они апгрейдили первую песню фестиваля Череповец плюс, написанную в свое время группой «Принцип естественности», они сделали ее новой, современной, а вот уже в этом году ребята сочинили новую песню, очень популярную, очень хорошую, с ней они выступили на фестивале, она теперь, собственно говоря, в плейлисте наших мероприятий. Вот, а так я могу сказать, что популярна очень, как раз, профессия журналиста, тележурналиста, да, канал 12 всегда с нами сотрудничает. Я не удивлена. Да, в этом фестивале и есть хорошие, собственно говоря, результаты, особенно вот по первому фестивалю, очень хорошие ребята пришли и сняли сюжеты. Вот, много было, мы первый год пробовали направление и по здоровому питанию, и по спорту. В этом году, вернее, вот в прошедшем, 22-м году, мы решили, что надо немножко более приземленно, и ввели на такое, такое направление, как Бористо. Да, 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 и в общем-то было, оно стало очень популярным, собственно говоря, очень хорошо показалось себя, то есть очень было много интересных, ну, скажем так, выходов, да, вот, ну и, собственно говоря, фото, и в этом году у нас, такая, скажем, такое направление, мы хотим попробовать выйти больше уже в какие-то, может быть, производственные темы, с привлечением малых, малого бизнеса, предприятий, города, чтобы они могли, собственно говоря, использовать фестиваль, как свою площадку профориентации. Продолжаем разговоры с режиссером Мариной Тумановой. На протяжении долгих лет СМИ, холдинг и медиа-центр дважды в год проводят акцию «Ла по помощи», в рамках которой все неравнодушные горожане помогают животным в приютах, кто-то приносит вещи и продукты, кто-то забирает животного к себе. Не так давно вы тоже решились взять себе питомца из приюта. Расскажите, как это было? Главное, как вы к этому пришли? Кстати сказать, мы с театром тоже как-то участвовали в «Ла по помощи», ну, творчески, естественно, помогали. Но вообще мы пришли, наверное, таким путем... Окольным? Окольным, да, потому что у нас погибла наша собака, которая у нас была до этого. Мы год не хотели никого брать. Вот, но я так периодически смотрела как раз группу «Зоа-Счета». Я смотрела собак, и дело в том, что когда случилась такая ситуация, у меня муж заболел, ему необходимо было двигаться. Я понимаю, что он сидит на диване, но вроде как надо вот как-то его сподвигнуть. Я начала показывать, говорю, может, мы вот эту собачку возьмем, может, вот эту? И он почему-то на нашу Тасю, он среагировал. Он говорит, давай съездим, посмотрим. Вот, и мы приехали, мы, конечно, не ожидали, то есть нам казалось на фотографии, что это другая собака, нам показалось, что она больше, что она не такая красивая, как на фотографии. Но, опять же, мой мудрый супруг сказал, давай пойдем погуляем с ней. Вот мы погуляли и решили, что мы возьмем. И не пожалели, не пожалели нисколько. Это очень, у нас вот эта третья собака, они все очень умные, всех мы очень любили и любим, но это просто из ума сложено, она молчаливая, вот она как раз не из тех, которые просто так лают. Мы вообще думали сначала, что они умеют лаять. Через год, наверное, только она первый раз свой голос нам показала. По требованию. Да, 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 да. Вот, и, собственно говоря, вот я хочу, наверное, достучаться, вот я столкнулась с приютами, я тоже стараюсь помогать по мере своих сил. Вот, и я хочу сказать, что собака – это ответственность. Конечно. И не только собака из приюта. Вы, когда берете собаку, то есть вы должны понимать, что это такое же живое существо, это ваш член семьи. Он также болеет, он также требует внимания, как ребенок, да, вот, но, увы, он вот это вам отдает, вот то, что вы на него тратите, он с торицей отдает вам это все. И вот если мы будем все ответственны за тех, кого приручили, то, конечно, приютом у нас делать будет нечего. А пока, конечно, очень жалко, что они пополняются, и низкий им поклон за то, что они делают такую вот огромную работу. Просто люди – герои, я считаю. Марина Туманова, главный режиссер Дворца культуры «Строитель», руководитель театра «Зрелищ», «Северный праздник», была сегодня в гостях у нашей программы. Марина Александровна, спасибо большое. Эфир был потрясающий. Желаем вам и дальше гореть самой, в хорошем смысле этого слова, и зажигать других. Вы можете тоже что-нибудь сказать нашим слушателям, зрителям. Я тоже была очень рада со всеми пообщаться, и с ведущими, и с нашими зрителями замечательными. И я хочу пожелать всем любви и добра. И пускай все будет хорошо. В студии для вас работал Костя Журавлев. Новых, ярких, а главное, положительных эмоций вам, друзья, и пусть все будет хорошо. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова